Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 февраля, Православная Церковь совершает предпразднство Сретения Господня. День, к которому мы сегодня готовимся, совершая его предпразднство, это одновременно праздник дивной встречи и первой разлуки. Дивной встречи, потому что в храм в удел Божий, единородный Божий Сын, ставший Сыном Девы, приносится, чтобы быть поставленным перед лицом живого, вечного Бога, Отца Его прежде, чем мир не стал. Встреча также между святыми душами и ожидаемым ими Спасителем. Долгую, сложную, благодатную жизнь прожили и Симеон, и Анна. Тому и другой было обещано, что они не умрут раньше, чем не увидят лицом к лицу Спасителя своего. И вот этот день настал, и лицом к лицу ожидавшие его праведники встретили Бога, ставшего человеком. «Ныне отпущаешь, ирабатывай его, владыка, по глаголу твоему с миром», – сказал Симеон, «ибо видели очи мои спасение твое». Теперь он может отойти в вечность, теперь он может сойти в область усопших и принести туда первую весть, что он видел на земле Бога, пришедшего плотью. Одновременно этот праздник – первая жертвенная разлука Божией Матери с Ее Божественным Сыном. Всякий младенец мужского пола, разверзающий утробы, то есть перворожденный в семье, приносился Богу и делался собственностью Бога. Этот обычай, это правило началось еще в древности, когда Моисей вывел из Египта народ израильский. Тогда упорствующий фараон не хотел отпустить своих рабов, и ужас за ужасом постигали египетскую землю, чтобы опомнился человек под тяжелой, спасающей десницей Бога. И одной из самых страшных кар, которые были наложены на противящегося Богу фараона, была смерть всех перворожденных в земле египетской. Этой ценой было потрясено каменное сердце фараона. Этой ценой получили свободу ввиду ожидаемого Христа израильские дети. Но когда они достигли пустыни, то и до них дошел Божий глаз. Ценой этого ужаса, ценой смерти детей, лишения матерей любимых своих младенцев были выведены вы из египетской земли, из страны плена и рабства. Но как бы в воспоминании об этом, как бы в выкуп за этих детей и за этих матерей перворожденный младенец мужского пола в каждой вашей семье должен быть принесен в храм. И Бог над ним получает власть жизни и смерти. И вот, принося своего младенца в храм, Божия Матерь приносила его в жертву Богу. Первый раз свободно. По закону своего народа она отдавала Богу, рожденной от нее. Эта жертва приношения продолжалась потом в течение всей ее жизни. Матерь Божия его отдала раз и навсегда. И Бог, и Отец эту жертву, единственную за всю историю мира, принял. И она стала кровавой жертвой Голгофы. Каждый из нас когда-то в день своего воцерковления был принесен в храм. Каждый из нас был поставлен перед Богом, чтобы стать его собственностью. Но в Церкви Христовой нет мужеского и женского. Нет различия. Все дети Божии. И поэтому все мы были принесены и отданы Богу, так же, как Богомладенец Христос был принесен своей Матерью. Постараемся соблюдать в своем сердце память об этом всерадостном и спасительном дне. Дне нашей личной встречи с Богом. Дорогие братья и сестры, Сегодня также совершается память святых. Мученика Трифона, Мученицы Перпитуи, Мучеников Сатира, Реваката, Сатарнила, Секунда и Мученицы Фелицитаты, Преподобного Петра Галатийского, Преподобного Вендемиана Пустынника Вифинийского, Священномученика Николая Мезенцева Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, Я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Ныне отпущайший владыка, Всень благословенную меня, Где я обрету покой елика, В жизни сей грустил день ото дня, Вижу досточудное сиянье, Света невечернего во мгле, Чувствую небес благоуханье, Ветром растилаясь по земле. Света невечерного во мгле,